Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова О содержании сборника и о значении поэзии в эти минуты в нашей студии автор расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем, доброе утро, Фатима. Очень рада видеть вас у нас на программе, потому что вы очень редкий гость. Но сегодня вы пришли к нам с сюрпризом со своим новым сборником «Ротной язык. Моя судьба». Название этого сборника уже седьмого, хочу подчеркнуть, говорит само за себя. Значит ли это, что сюда вошли стихи на традиционные обычаи какие-то или всё-таки лирика? В эту книгу вошли только лирические стихи, рассказы, новеллы. Всё, что в течение всей своей творческой жизни, что накопилось у меня, то, что мне близко очень, я туда включила. И, естественно, новые стихи я туда включила, лирические в основном. Вы как-то, даже не как-то, а часто говорите о том, что поэзия – это ваша судьба. Ну, насколько я понимаю, это для вас не просто высокопарные слова, не пафосные слова, правда? Естественно. Это моя жизнь. Вы знаете, вот один артист как-то сказал, что литература, поэзия – это человеку даётся для того, чтобы он не сошёл с ума от реальной жизни. Конечно, поэзия – это моя жизнь, это духовное моё, знаете, лекарство. В нашей предварительной беседе вы говорили о том, что есть какие-то слова, стихи, которые вы бы хотели сегодня прочитать, выразить нашим зрителям. Да. У меня есть такое желание сегодня, с вашего разрешения, когда я училась ещё в Лит-институте, у меня творческим руководителем был Роберт Иванович Рождественский. И, естественно, его творчество мне очень близко. И перед самой смертью он написал такие строки, которые я всегда читаю без... не могу читать без слёз. С вашего поздравления. Пожалуйста. Я эти строчки перевела ещё на абазинский язык. Прекрасные слова. Я не могу их так спокойно читать. И я решила их перевести на абазинский язык и включила сюда мой сборник новый. Прекрасные слова. Мне остаётся пожелать вам дальнейших творческих успехов и поблагодарить за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Спасибо вам. И вам спасибо, что пригласили меня. И заглянем в календарь праздников. Сегодня день эрудита. Они прекрасные собеседники и с радостью поделятся своим багажом знаний. И ещё сегодня очень вкусный праздник. День шоколадного фондю. Вы скажете, ну и что? А я вам объясню, что вы можете насладиться фондю у себя дома. Для этого растопите шоколад, возьмите банан или яблоко и кусочки фруктов окуните в шоколад. Поверьте, очень вкусно и настроение у вас появится на целый день. А впереди ещё и выходные. Так что есть чем заняться. Новый информационный день продолжает своё вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Русская редакция» в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова